Нарисовать победу такая задача стоит перед участниками творческого конкурса рисунок победы. Его инициатором стала Мурманская вечерка. Об условиях конкурса и о том, что ждет победителя, расскажем далее. Школьники во время каникул, посещающие оздоровительный лагерь в 58-й школе, приняли участие в творческом конкурсе рисунок победы. Я нарисовала, где люди празднуют, веселятся, на них много улыбок, веселые все лица. И им очень весело. Люди запускают сталют, празднуют. Требования к участникам изобразить любой художественной техники, то, что символизирует великую победу, героя войны, его подвиг. Затем до 16 апреля принести или прислать в редакцию Мурманской вечерки с пометкой рисунок победы. Сотрудники газеты и ее читатели определят лучшие работы. Ими украсят городские билборды и страницы издания. Мы считаем это отклик поколения победителей. Это душевный отклик наших детей, поколения, третьего уже поколения. Они рисуют своих праводушек и прадедушек. И так благодарят, скажем так, героя своей семьи за эту победу, за этот торжественный день, который мы будем отмечать 9 мая. Ребята сегодня активно участвуют в мероприятиях победы. Уже на днях пройдет награждение по итогу конкурса «Листовки и боевые листы времен Великой Отечественной войны». Ребята, участвуя в этом конкурсе, воссоздавали время Великой Отечественной войны, бою, да, и выпускали свои боевые листы, боевые листы, листовки с воззванием к победе, с воззванием к мужеству и так далее. Также мы продолжаем участвовать в письмах победы. Эта акция проходит во всех образовательных учреждениях. А скоро состоятся традиционные военно-патриотические чтения. В этом году их посвятили городам-героям и городам воинской славы.